Добрый день! Вот на Гавайи я не делал видео, потому что был в отъезде долго и на лечении какое-то время, но дождался всего, что могло прийти, еще не все пришло, но в основном все пришло, чтобы собрать усилитель, на котором, конечно, уже желание очень большое уделить время. Самое главное в наше время это найти время и закончить его. Ну давай начнем с всего большой коробки. Это, конечно, скорее всего это у нас корпус усилителя. Ну а тут все для того, чтобы решать вопросы, как собрать один из вариантов его. Наверное, начнем с чего, я так думаю? С главного, наверное, да? Начнем с главного. Это у нас пришло, я так думаю. Это у нас пришло, это регулятор громелекс универсальный. Ладно, уже открыли, давай с него начнем. Силовой блок, включение питания и дежурного режима. Это пульт дистанционного управления и плата индикации. Это уже плата. Идет модуль, входной модуль. РЦА входа, микросхема, жгут питания. Ну тогда это потом рассмотрим. Так, где у нас самое главное? Вот, самое главное, что я ждал, это, конечно, это платы усилителя. Китайцы тут, конечно, не навертели, но давай будем рвать уже. Да, это у нас next PCB. Открываем и смотрим. Что у нас здесь? О, так, да. Это у нас честная плата. Вот. Это платы усилителя установлены. Я заказал. Сначала хотел я заказать уже готовые платы в сборе, но решил пока не торопиться, потому что сумма большая. Я заказал отдельно платы и отдельно СМД компоненты. Плата изготовлена. Отличное качество. Прекрасное качество платы. Отличное качество. Я заказал минимальную партию. Я заказал минимальную партию. Вот как раз и надпись. Хорошо сделана оплата. Отличная. Четырехслойная оплата. Полностью все видно. Качество превосходное. Я заказал минимальную партию. Раз, два, три, четыре, пять штук. Если смд, конечно, после впайки смд компонентов все пройдет отлично гладко, можно заказывать уже их в сборе. Но у них есть один минус. Не всегда есть в наличии те компоненты, которые идут по БОМ списку. Поэтому они то задерживают, то меняют на что-то. Я ждал-ждал, вот у меня терпение лопнуло. Я заказал отдельно все. Может быть так лучше будет. Так, ну, что у нас тут еще? А, вот и тут же пришли минимальная партия на платы корректора. Платы корректора. Я их немножко дополнил, изменил. Я имею ввиду, сделал подкрепление расстояния отверстия. Вот. Вот, я добавил, с обратной стороны добавил дорожку. И вот этот резистор, который был на перемычке. Я его поставил с обратной стороны платы. Вот он идет. От выхода у нас кабель очистка и все остальное. Я его поставлю вот сюда, чтобы с этой стороны не делать перемычек. От входной и до выхода. Тоже качество хорошее. Отличное качество. Все просматривается. Дорожки, ну, на первый взгляд. Ну, после монтажа все будет прозрачно и видно. Ну, как-то так. Я буду делать, тоже минимальная партия у них 5 штук, по-моему. Вот. Я буду делать два варианта. Один ММ, а один МС. Потому, как у меня входов на том, что я купил. Входное устройство будет переключаться на 4 входа. Они мне, в принципе, все 4 не нужны. Я сделаю отдельно. Первый МС. Второй ММ. Третий CD. И четвертый AUX какой-нибудь дополнительный вход. Вот. Вот как-то так. Так, молодцы. Хорошее качество. Довольно-таки. Так. Что-то там еще положили. Я там много чего заказывал на этой фирме. А, вот. Это платы питания. Дополнительная плата для питания. Впаяю разъемы. Они мне все тут прислали. Разъемы прислали. Вот. Это плата питания основной части усилителя. И плата питания обходного устройства. Я посмотрю, как правильно сделать будет. Туда-сюда. Тоже качество отличное. Так. Разъемы. Ну и тут все СМДшки. Да. Комплект СМДшки. Все заказы были сделаны на оригинальные вещи. Я даже заказал вот, на всякий случай, обычный регулятор. Вдруг, что не пойдет с тем, можно будет все проверить на обычном регуляторе громкости. Резисторы. Микросхемы. Термотракты. Макашки. Все молодцы. Все положили. Так. Вот резисторы для реализации плавного пуска. Микросхемы. Это 82 пома. Вот. Тут еще у нас. Конденсаторы, диоды. Релье заказал по списку бум. Пускай будет. Там видно будет, какое лучше поставить. Так. Ну. Это уже радует. Комплект резисторов. Шапашки. 0,281, 0,37, 0,302. В общем, это молодцы. Теперь можно приниматься смело за работу. Будем его впаивать. Так. Что у нас дальше? А дальше у нас что тяжелое? Это, скорее всего, трансформаторы. Шашлит-трансформаторы. Сейчас посмотрим. Так. Где тут у нас открывается оно все? Отлично. 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 Трансформаторы я хотел сначала заказать, конечно, в Китае тоже. Но выходит на порядок дороже, чем заказать у нас в Питере. Трансформаторы. Прекрасно изготовлены. Трансформаторы. Пожалуйста. 2 по 40, 2 по 10. Хорошо сделаны и с крышечками. Все сделано достойно. 2 трансформатора. Так. Уже хорошо. Уже все очень даже хорошо. Что у нас здесь? Это, я так понял, должны быть колпаки под трансформаторы. Сейчас мы посмотрим. Да, это кропочки. Красивые, классные. 2 колпаката. Тут еще что-то у нас. А, ясно. Здесь у нас крепление. 2 крышечки идет. О, тут еще есть у нас. А, винты М6. 4 стойки на 70 М6. Прекрасно. Так как они не будут стоять, я планирую. Конечно, я вроде бы так считал, должны влезть вертикально, чтобы стояли. что-то не было. Мы там сейчас все посмотрим. Порекомендуем. Так, еще один трансформатор. Крышка. О, да, я же доказывал у них еще и этот трансформатор для цифровухи питания на все напряжения. Упакованы хорошо. Ничего не туда. Мне вот сразу корпусик сделать. Отлично. 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 Вот. Прекрасно. Тут 15. 2 по 15, 2 по 12. И 3 по 7. Чтобы было 15 и 12 вольт. Плюс-минус 5 и просто 5. Для цифровой части. Резиночка. Это. Ну, все как положено. Отлично. 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 Хорошие колпаки. Я вторые беру. Одни взял, они на сантиметр шире. И я так понял, что не пойдут. Я взял поуже и по диаметру. Давайте посмотрим, у трансформатора как он заходит или нет. Отлично. Просто отлично. Идеально подошел. Идеально сел. Еще и место есть. Чуть-чуть. 5 миллиметров. Класс. Отлично. Так. С этим разобрались. Так. Это что? Что-то насыпнуем. Это полностью комплект конденсаторов на усилитель. Полностью комплект конденсаторов. Я на виду силовой части. Ого. Крепление для конденсаторов. Крепление для конденсаторов. Это 2200. Микрофарад. И 22000. 200 секунд. Как рекомендовали. Это уже фирма. Чудесно. Микрофарад. Сейчас мы продолжим. Все это дело. Так. Это что у нас тут? А. Тут кнопочка сброса. И фильтр входной. МИ-фильтр. Для питания. Основного усилителя. Кнопочка сброса. Фильтр. Отлично. Так. Микизы. Крепеж. Стойки. Болты. Да. Это очень важно. И самое главное иногда. Отлично. 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 У нас здесь есть защита акустики. пока николай нам не предложил что-то конкретного блока защиты я пока взял вот такие два блока защиты на релюшках отдельно прям ставятся на выходные клеммы акустики питаются 12 вольт по маме переменного тока пост не постоянно переменной тут стоит на нем выгонитель уже попробуем сделать вот так прекрасно дальше ничего тут не болтается модуль все модуль питания из которой рекомендовал рекомендовал нам николай супер низким он сделан на чипах супер низким уровнем пульсации шумов и так далее на тпс 7 а вот он видите какой а вот они сами и чипы модули они сделаны я взял специально на радиаторах потому что планирую два подключить к нему сразу м си и м м так че таки не грелись хотя у него выход до 1 ампера они говорят ну на всякий случай вот это у нас тпс 3301 это 47 017 7 а а тут еще тут еще что то есть а теперь положили и входной выпрямитель для него входной выпрямитель с индикации до дополнительным разъемом для питания какого-то дежурного устройства хорошо так что у нас такое там я посмотрел должны прийти на корпусе выходные разъемы обычные недорогие я взял как комплекты дорогих разъемов с радиум покрытием я думаю что и по качестве для лучшего согласования и качество звука потому что смотрели на как-то смотрел я на салографе люди делали испытания и применяли обычные латунно-бронзовые такие разъемчики и и ставили с радиум покрытием дорогие разъемы мы посмотрим вот тоже это входные разъемы с радиум покрытием для мм и мс поставлю у меня есть там еще четыре штуки такие же я те поставлены на сиди и на укс все четыре входа чтобы задействовать так так это у нас прошел модуль питания для цифровой ки на одной плате заделано три выпрямителя двухполярный на 15 двухполярный на 15 это интегрированный выпрямитель и силовые пальвики и стоит микросхема на управление и 1 на 5 2 по 15 и 1 на 5 вольт как раз то что надо но это на всякий случай потому что пока что я не готов применить ардуино я вот что я вам показывал взял входной блок на cs3310 там свой блок питания а этот будет просто как контрольно вдруг николай нам предложит что-то оригинальное и более качественное чем 3310 муза с должно идти в наборе из next pcb с платами тут есть муза 72323 должно там эти в списке было я заказывал так что вот так так что вот так это смешка ребята прислали это я им отправлял схему из кожуметра для вот коробочка точные должны быть да вот точные конденсаторы там плюс минус 0,5 процентами для фильтра это фильтр для настройки усилителя две клеммы индуктивность у нас индуктивность вот она в фильтре которая стоит резисторы тоже конденсаторы в паре то есть фильтры есть и в 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 входного блока дежурный трансформатор 220 12 вольт 10 ваттный трансформаторик маленький который будет работать для дежурного режима то есть когда он будет переводиться чтобы не питалась она все отсюда питание 10 ватт а в дежурном режиме он будет вообще есть там 3-4 ватта может быть может меньше даже колостой ход у него низкий не сказали так но теперь что у нас самый большой самая большая у нас теперь будем смотреть корпус упакованы хорошо задние почитать можно даже так это у нас как я понимаю затем затемненное пластиковое стекло как раз отлично молодцы это у нас нижняя и верхняя так понимаю панели нижняя и верхняя панели прекрасно тогда разлаживать как их аксессуары прекрасно ручка красивая такая вот я вам говорил какие идут они в комплекте дешевые выходные клеммы выключатели питания крепежные оттенки выключатель сейчас посмотрим как сюда подходит он не подходит отлично замечательно прям тютелька в тютельку прекрасно что тут они написали нам хэнд сухов б.б. 21 века но ошибку сделали я нужно было букву к добавить сухов но ничего им простительно так что вы видите что это конкретно куда предназначается так сейчас мы разложим все и посмотрим все ли у нас поместится а то гладко было на бумаге как говорят мы забыли про овраги так сейчас мы убираем коробку мы развернули радиаторы хорошие радиаторы шикардос хорошие тяжелые мощные они 144 миллиметра высотой то есть то что надо должны быть сейчас посмотрим давайте разлаживать что у нас получится будет стоять телефон или нет чтобы он у нас дай бог не упал подложим сюда там мяшку вот сейчас все видим и все и вот 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 и и и и и и Вот так вот. Где-то вот так вот. Так, это надо перевернуть. Вот так вот. Ну это все видно так. Что мы делаем? Развяжем. Вот. Что у нас будет? МА-фильтр. МА-фильтр. Модуль питания для корректоров. Защита... Защита акустики на клеммы. Трансформатор питания цифровухи. Над ним будет стоять на стойках модуль питания цифровухи. Примерно так. Тут будут стоять трансформаторы. Один над другим. Один над другим. Вот так. И будут стоять на стойках. Будут стоять на стойках. Так. Вряд ли все получается. Одна плата питания. Другая плата питания. Другая плата, конденсатор. Силлердиодов. Это так вот будет. Другая плата. Два. Надо делать трех. Один сятор. Два вот здесь будет. Дополнительно, потому что на плате места не так много, то где у нас все там есть. Два здесь, два здесь, вот так. Здесь будет раз-два, значит у нас будет 22 на 3, 66 на канал. Это вполне должно хватить, как Николай нам говорит, вполне достаточно. Так, мы основное все разместили. Так, и платное управление. Естественно, тут будет ручка. С обратной стороны будет стоять для энкодера. Ручка. Так, плата и индикатор управления. Пульт дистанционного управления. Маленький, удачный. Все. Посмотрим, как он работает. Я смотрел там видео, было без вопросов, куда работает. Так. И входной модуль. Я вам показываю. Опа. Входной модуль. Шлейфик к нему подключается вот сюда. Вот так вот шлейфик отключается вот сюда. Так понял, они мне положили дополнительный разъем. Вот сюда надо будет впаять. Это для силового модуля. Для питания силового модуля. Вот сюда надо будет его впаять. И отсюда шлейфик будет идти туда. Так, здесь он будет у нас стоять вот здесь. Только на высоте. Выше этого модуля он будет вот сюда выходить. Вот здесь будет находиться. Шлейфа достаточно. Достает до модуля индикации. В принципе, все удачно. Так, что я еще не показал. Вроде все не показал. Все показал. А, модуль питания. Вот он силовой модуль. Для управления ждущего режима. Отключение питания усилителя. Вот он идет уже с жгутиком таким. И он будет стоять у меня вот здесь вот. Вот здесь он будет стоять у меня. Вот так. Резисторы мягкого пуска. И я на всякий случай установлю. Обязательно вот сюда их вот. Один здесь. Один вот здесь вот. Как только определимся, я обязательно его сделаю. Я подумаю, может можно его будет приобщить вот к этому реле. С дополнительными контактами. Ну, до 220 вольт заводить на реле, где подключается акустика, как-то опасно. Могут быть наводки. В принципе. Ну, посмотрим. Так. Ну, в принципе, все расставилось, да? Где у нас? Сейчас, секунду. А вот здесь будут стоять полы. Да, забыл. Вот они, две кнопки. Две кнопки. Возврата. Защиты. Сброс защиты. Вот такие аккуратненькие, маленькие кнопочки. Мы их поставим. Вот здесь, где будут стоять эти. Вот сюда вот. Я просверлю отверстия, поставлю их вот сюда. Эти кнопочки. Чтобы можно было рукой сзади. Раз. Тик. Нажал. Аккуратненько их. И все стало на свои места. Так, в принципе, все. Теперь надо отыскать, где у нас плата корректора. То не было ничего. А тут сейчас стёка приходила. Вот. Стёка приходила. Да. Я забыл. Трансформатор ждущего режима. Будет стоять вот здесь вот. Вот. Он тут как прекрасно становится. Вот так вот. Он в экране. Хорошо. Тем более, это будет стоять выше. Я думаю, никаких наводок здесь не будет. Ну вот, в принципе, в каком виде. Так. Где платы корректора? Я ж хотел. Хотел такой же вот постельный. Прямо корректора. Да. Я ж хотел. Хотел такой же вот постельный. Прямо корректора. Да. Здесь будет стоять вот эти входные. Тут одно отверстие есть. Я сделаю ещё одно. Ниже вот так раз два. два три четыре вот и здесь будет еще раз и два для обходов все вот так примерно это будет все расположено и над этими разумами под колпачком он не пришел еще будет колпач такой прямоугольный от крышки трансформатора закрывать будет экраном тут будет стоять MC корректор и MM корректор платы две питание рядом все подводится в принципе все эргономично я думаю все получится ну как-то так друзья в принципе процесс как говорится пошел меня это уже радует вот здесь будет стоять M и MC от экранной крышки эргономистовичка будет и будет закрываться прямоугольной металлической из металла экрана крышкой ну вот в принципе и все в принципе все вмещается все хорошо конденсаторы это дополнительные а эти будут стоять на платах остальные вот и вся разводка все что я обещал Николай я тебе высылаю удачи вам ребята берегитесь себя и все у нас получится всем привет всем привет